Правозащитники в новом докладе утверждают, в некоторых постсоветских странах Восточной Европы и Центральной Азии власти рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека. По мнению авторов доклада, реформа здравоохранения в России, названная оптимизацией, привела к сокращению медучреждений, персонала и лекарств. При этом в России преследуют медиков, которые жаловались на нехватку средств защиты и препаратов. Такая же ситуация происходит, например, в Кыргызстане. Точно так же врачи подвергают репрессиям. Похожая ситуация в Азербайджане. Тоже, в первую очередь, не предоставляют какую-то помощь врачам для того, чтобы они нормально делали свою работу, а немножко давят и просят замолчать, ограничивая таким образом свободу слова вместо того, чтобы решать проблему. Авторы доклада также указывают, что власти России и Азербайджана привлекают к ответственности пользователей соцсетей и журналистов, которые открыто указывают на недостатки системы здравоохранения. В Казахстане, по данным эксперта организации, власти заваривают двери многоквартирных домов, чтобы заблокировать их жителей. Пример жесткого нарушения прав человека. В Чечне полиция избивает людей за то, что на них нет защитных масок. Тулвики, например, пробивают поправки в антиэкстремистское законодательство, пытаясь приравнять любую публичную активность к экстремизму. Все это сейчас делается под этим соусом. И очень важно, чтобы вот такие ограничения не приросли в какие-то постоянные, перманентные меры, с которыми дальше нам придется жить в новой реальности. В Amnesty International считают, что власти Туркменистана и Таджикистана, там официально не выявлено ни одного случая заражения, преуменьшают опасность ситуации. А власти Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана применяют слишком жесткие меры противодействия. Украину правозащитники тоже критикуют. В том числе за закрытие КПП на линии разграничения с так называемыми республиками. В Amnesty считают, что ряд введенных правительством мер требует режима ЧП. Продолжение следует...